Есть в истории такая земля, обетованная под названием Домонгольская Русь, похожая на сказку. Собственно, многие сказки у нас и ассоциируются с тем периодом. Например, можно сказать, уже легендарная группа «Калинов мост» взяла свое название по известной сказке «Бой у Калиного моста». Или волновавший меня с детства картины Михаила Васильевича Нестерова «Китиш. Град в лесах». Да еще и мультфильм метро советской мультипликации Юрия Нарштейна «Сечи прикерженцы» по мотивам оперы римского Корсакова об этом мифическом, мессианском, невидимом городе. Но сказки не рождаются на пустом месте, и непосредственно эти имеют отношение к Юрию Всеволодовичу. Убийство которого рассматривалось татаро-монгольскими завоевателями как финальная точка в покорении Руси. Собственно, свой план они и выполнили, и с тех пор в русском языке есть такие слова, как «базар», «емщик», «караул». А русская аристократия пополнилась такими фамилиями, как Аксаковы, Юсуповы, Апраксины и так далее. Облонский снял пальто и в шляпе на бекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Я думаю, вы догадались, из какого классического произведения эта фраза. И можете, кстати, написать вот там, почему татары были так востребованы в ресторанах. И какие еще профессии в Российской империи были их прерогативой. Но это после, а изначально было завоевание. И большинство историков отводят здесь Юрию Всеволодовичу не самую завидную роль, указывая на тактические и стратегические ошибки, которые он допустил. Эта точка зрения превалировала и в дореволюционное время, и в советское. Действительно, для простого россиянина это имя звучит не так, как имя его отца Всеволода Большое Гнездо, или дяди Андрея Боголюбского, или его племянника Александра Невского. Но есть город, где Юрий Всеволодович почитается не меньше, чем Петр Первый в Петербурге, или его дед Юрий Долгорукий в Москве. Это Нижний Новгород. Ранее так называемая Русь лежала на севере и западе. Волга, которую мы сейчас иначе как русской рекой не называем, таковой не являлась. А ведь это кормообразующая водная артерия нашей страны, олицетворяющая нашу ментальность, вот она широта души русской. Именно здесь, на месте слияния Оки и Волги, был основан опорный пункт обороны. Вы только задумайтесь, это была граница владения Юрия Всеволодовича. Низовская земля, как именовали тогда Владимирское княжество, дала название и городу с приставкой Нижний, Новый Град на Низу. Юрий Всеволодович был четвертым ребенком в семье по факту вторым, поскольку двое его старших братьев, Борис и Глеб, умерли во младенчестве. Нарекли сына Всеволода большое гнездо Гургием в честь Гургия. То есть Георгия Долгорукова и отметили, Георгий мужеству подобный. Мужество Юрию потребовалось более чем. Как великий князь Владимирский, он был вынужден столкнуться с монгольским нашествием на Русь, которое проигрывало им по всем фронтам. Например, у монголов была хорошо поставлена разведка. Часто в роли шпионов выступали половцы, служившие в городах конюхами. Поэтому враг узнавал обо всем заранее, а наши князья получали информацию по факту. Монголы применяли новую тактику, неприемлемую для христиан. Впереди их войско они пускали живой щит из пленников. В сказке «Бой на Калиновом мосту» Иван Царевич бьется со змеем Чудо-Юда. Количество голов у него постоянно возрастает. 6, 9, 12. Это указывает на многочисленность войска монгол. А то, что Ванюшка, сражаясь с Горынычем, зовет братьев, отец спят и не слышит, прямой намек на то, что родственники Юрия Всеволодовича его просто кинули. Не пришел на помощь Ярослав Всеволодович. Не пришел его сын, названный в будущем Александром Невским. Все это делало задачу великого князя по обороне родного края весьма затруднительной. И если не сказать малоисполнимой, Юрий Всеволодович отправляется на сбор рати, оставив во Владимире всю свою ближайшую родню. Жену, двух сыновей, их жен, внуков. Монголы подступили к городу, показав своего главного пленника, младшего сына Юрия Всеволодовича Владимира, который был взят, защищая Москву. Его убили прямо под стенами на глазах матери и братьев, которых ждала та же участь после попытки начать переговоры. Затем настал черед владыки, княгинь и княжон с детьми, которые затворились в Успенском соборе, где и были заживо сожжены. После этого монголам нужно было во что бы то ни стало убить великого князя. Они помнили про свой печальный опыт в харизме, где Джилал-ад-Дин успешно боролся против их вторжения в течение многих лет. Юрия Всеволодовича и его войска застигли на реке Сити, где они все и были перебиты. Выполнив свою задачу и наложив дань, монголы покинули Русь. С тех пор в народных поверьях живо сказание о граде Китеже на озере Светлояра, который основал Георгий Всеволодович. И если сегодня основной праздник для нижегородцев – это день основания города, который празднуется в августе, то до революции это было 17 февраля, день памяти благоверного князя. Более того, у города даже был свой собственный гимн в его честь, написанный уроженцем Нижнего Милием Балакиревым. У нас, кстати, уже был о нем выпуск. В 2008 году на территории Кремля был установлен вот этот памятник, изображающий Георгия Всеволодовича и святителя Симона Суздальского, благословляющего место, на котором был построен Нижний Новгород. Основатель и его детича соединились. А вы можете соединиться с Нижним Новгородом. С вами был гид Павел Перец и команда проекта Нижний 800. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова